Я не понимаю, что это за прикол. Почему какие-то вещи я снимаю для ютуба и какие-то забываю абсолютно. Я понимаю, что сегодня надо садиться уже монтировать следующее видео, что я не сняла танцы для вас, что я не сняла то-сё. И в очередной раз я не сняла классный завтрак с красивым видом. Сейчас я вам покажу. Представьте, как это. Вот тут были прекрасные, вот вместо мухи, прекрасные панкейки с ягодками, да с бананчиками. Тут была полная кружка бодрящего, крепенького, горяченького кофе. И всё это было. Вот с таким видом. Кайф? Кайф. Особенно, если бы я вовремя всё сняла. Вчера и сегодня, а на сегодня ещё и весь пляж. На видео, наверное, не особо нет, но он весь мокрый. То есть до самой травки доходят полные. Вот они прям подлезают. Угодно, что есть вот такие плажки, купаться нельзя, так как сильные волны. Но рядом со спасателями плажки купаться можно. То есть как бы, ну, несмотря на сильные волны, ну, относительно безопасно можно поплавать. Вчера ещё были сербинкисты, или как их назвать, сегодня чё-то нет, но сегодня вот кайф. Полные волны очень сильно ломаются, и парень с ним поплыл. Я не думаю, что сложно, в общем, вообще чё-то поймать. Совсем неровные. Ну, и очень сильный ветер, и за это не жадно. Мы тоже довольно сильные, но сейчас понедельник, ещё даже нет девяти утра, и никаких спасателей, никаких флажков, где можно купаться, где нельзя, не присутствуют. Вообще тайцы, они такие, знаете, на нас похожи, вот в плане, ну, они правила вроде любят, но в целом, как бы, далеко не всегда их сами соблюдают. Поэтому, наверное, русским тут хорошо живётся. Схожесть менталитета присутствует. А, вот он, пришёл устанавливать. Ну, как бы, если люди до девяти утра утонули, это не считается. А с девяти можно уже в определённых местах купаться. Ну, конечно, кстати, вот. Очень мало людей, обратите внимание, вообще. Интересно, кстати, много мусора выбрасывают. Ну, как, по сравнению с каким-нибудь океаническим Бали немного, но всё-таки он есть. И его тайц убирает. Я не знаю, насколько тщательно он сейчас это уберёт, и делает ли он это каждый день. Но хорошо, что его убирают. Просто очень часто, ну, мы с Лошей, например, ходим, бывает, когда вместе европейцы еды же ходят с пакетами и собирают этот мусор сами. Вот, здесь я просто сегодня шла и тоже об этом подумала, что его так много, что, наверное, надо в следующий раз брать пакетик. Сейчас проверим, реально он его соберёт или так чисто на виду. Вот такая мелочёвка валяется. Ничего серьёзного. Кстати, очень странно, вот медуза, и валяется сегодня очень много вот таких штук. Это видно настолько сильные волны, что всех медуз, короче, растерпанило на плевочки. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Это просто очень смешно. Я сначала даже подумала, что это какое-то новое, не знаю, животное. Хотя медуза не животное. Блин, все плевочки эти смыло. Они просто все были одинаковой формы, почему-то, как запятая. Это круглое. Ладно, не судьба, он ведь, но... Не, ну, вот... Вообще пакетик. Вот такие, да. Я сначала подумала, что это как-то новое существо, а это, видно, медуз так размотала. А это, кстати, друзья, то место, где мы самые-самые первые мои платья, алисон. Ох, уже я даже не знаю сколько. Неужели уже 5 лет назад? В общем, я фотографировала на девочке Лере. Я нашла её. Она жила на Пхукете, вот. И как модель. Вот на этих камушках. Очень люблю те фотки. Они, правда, были классные. Что-то коснулось моей ноге. Какие дела. Я, кстати, переживаю за вещи. Я знаю, что здесь особо не крадут. Но так телефон нужен. Водичку дома тоже типа не оставишь. И вот таскаюсь, получается, сумка, что не очень удобная. Я сейчас увидела, что девушка вот там вот на крючок повесила сумку, телефон взяла в руку и пошла гулять по пляжу. Блин, я такая, думаю, это же гениально. Надо просто заныкать прямо на сумку и забрать из неё телефон. И всё. Туда-сюда прошёл, водички попил. И нормально. И не таскаешь её с собой. После этого, когда я ходила купаться, я сумку оставляла спасателям. Но я спрашивала, можно ли я у вас оставлю? Они каждый раз говорят, типа, да, без проблем. Сейчас подумала, что мне очень нравится моя оранжевая сумка. Но чтобы ходить с ней на пляж, это наоборот плохо. Потому что где бы я её ни положила, она очень сильно привлекает внимание, как будто аж светится. Так же мало людей по утрам. Это же просто прелесть. А сейчас уже, между прочим, где-то 10.30. Все приходят почему-то вечером. С утра просто было женство. Ну, кроме выходных, выходные, конечно, побольше. Вообще здесь многие отдыхают, как-то по режиму 5.2, в том плане, что суббота, воскресенье. И тайцы, европейцы активнее выходят на улицы. И какие-то мероприятия тоже, опять, не по субботу стандартно. У тайок очень смешная привычка всё время танцевать. Какие-то групповые танцы, вот упоротую музыку. Мне кажется, они каждые выходные это делают. И даже по будням вечером. И так очень смешно. Я совершенно случайно попала в типа канцелярский магазин. И, друзья, я просто в шоке. Здесь столько художественных материалов хороших. И они намного, намного дешевле, чем в Москве. Акриловая краска, вот, пожалуйста. Умножаем на два. Это сколько получается? У меня плохо с математикой, вы знаете. 150 рублей. Кисточки. У нас синтетическая кисточка ещё несколько лет назад стоила. Ну, 150 рублей самая тонкая. А толстая 300, 400 и дальше. Вот хорошая синтетическая кисточка. Стоит 65 бат. Это получается 130 рублей. Вот эти кисточки у нас сейчас, я даже буду представить, что они рублей по 700, 200 рублей. Отсюда, короче, можно импортировать художественные товары. И помимо художественных товаров, причём реально очень большой выбор. И помимо художественных есть всякие товары для рукоделия. Это тоже очень прикольные блёстки, светящиеся краски. Вот такие. И это вообще здесь просто... Вы знаете, что я преподавала рисование? И я так смотрю, с таким количеством наборов надо, короче... Ну, с таким количеством выборов надо набирать учеников. Вот эти блёстки, это с маленькими детьми, короче, офигенно рисовать. Вам лайфхак. Если на мокрую акварель или гуашь насыпать эти блёстки, они прилипнут. И дети это просто обожают. Получаются безумно красивые картины. В Москве такие блёстки тоже можно купить. Ну, конечно, они тоже дороже. Не такие большие банки и не такой классный выбор. Вот, но имейте в виду, что со своими детьми можете так порисовать. На мокрую краску, блёстки. Особенно новогодние всякие штуки. Сейчас, конечно, лето. Но это очень круто. Очень круто. Здесь есть просто всё. Холсты. Блин, мне вот прям аж порисовать захотелось. Куда потом девать это? На Фейсбуке продавать. Просто у нас сейчас тоже, опять же... Так, показать вам холст на картоне. Не вижу пока что. Но всё в разы дороже. Ну и всякие штуки, типа для рукоделия. Всякие свечки, бантики, расходники. Так, это я в каком-то школьном отделе. И тут ещё и второй этаж есть. В общем, вот такое неожиданное открытие, что в Тае с канцелярскими товарами и художественными товарами выбор просто роскошный. Скотча целый ряд. С ума сойти. Вообще, есть очень много людей, которые обожают канцелярию. И вот знаете, если будете на Пхукете... Сейчас покажу со стороны, как выглядит этот магазин. Вот, кстати, всякие циферки. И мы покупали с девочкой недавно. Мне кажется, что они стоили эти... Не знаю, рублей по 300 один шарик. А тут он стоит 40 рублей. У меня, кстати, скоро день рождения. Ну, надо будет купить себе. Может, сейчас сразу купить или потом заехать. Вспомните, сколько мне лет. 26 будет. Надо будет надуть себе шарики для настроения. Сейчас очередь большая, поэтому я не буду брать. Так, сегодня уже другой день, когда я пришла именно за покупками. И я решила вам ещё второй этаж показать. Здесь очень много всего для рукоделия. Замочки. Это реально? Кто-то в комментариях к этому магазину написал, что местный Леонардо. Так и есть, только в 5 раз дешевле, мне кажется. Потому что Леонардо всё стоит конских денег. Он и пряжа всякая даже. Это смешно в Таиланде сидеть. Что-то вязать. Но я вижу, кстати, что такое. Дешёвый акрин. Может, что-то и приличное есть, не знаю. В общем, здесь, да, всё. Что хотите для рукоделия. Так, и, собственно, как этот магазин выглядит со стороны. Сейчас конец рабочего дня, поэтому довольно много людей. Так, показываю. Что из этого названия магазина, непонятно. Но вот этот вход. Ну, я заходила в этот магазин и теперь иду в сторону маникюра. Очередное. Я, в общем, сняла ногти. Ладно, сейчас расскажу лицом. А пока просто показываю вот улицу, на которой всякие магазины и так далее. Это широкое довольно шоссе. Район называется Чалонг. Из-за того, что я живу на Равайи, на Найхарне, там, получается, это ближайший такой живой район. Вот этот Чалонг. И здесь располагается очень много всего полезного. Как типа канцелярские магазины, маникюр. Ну, в общем, довольно удобно сюда приезжать, потому что едешь не по серпантину, а как бы выезжаешь с нашей равайской деревни и по вот этой широкой дороге едешь. Вот, собственно, насчет маникюра. Вы, наверное, помните мою историю, что когда я переезжала в Сочи, я офигела от того, что там очень плохой рынок услуг, собственно, бьюти-услуг. Я недавно про это вам рассказывала, как раз-таки показывала про эпиляцию в Сочи. И там мне ужасно сняли маникюр и делали его там тоже ужасно. И я вообще перестала делать маникюр, пока жила в Сочи. И здесь я уже наученная перед поездкой решила снять маникюр, чтобы не заморачиваться. Но я проходила так две недели, ногти стрёмные, они, короче, ломаются, всё ужасно. Я решила найти здесь маникюр сейчас, ну, по инстаграму, конечно. Что я могу сказать? Ресницы, маникюр всё в два раза дороже, чем в Москве. Так что, если вы занимаетесь этими вещами, имейте в виду, что можно сюда переезжать спокойно. Вот, ну и посмотрим, как сейчас, как сделают. Ну, конечно, девочки все русские, поэтому я думаю, что, в принципе, должно быть нормально. Но тут уж как повезёт. Мастеров по маникюру много, но запись плотная. И цену у всех... Минимальная цена 2 600 примерно на однотонное покрытие. У нас за 1600 я делала. Размерчик у Дуриана, посмотрите. Ну, такие вот рыночки наверняка тут прям, да, сильно дешевле, чем в каком-нибудь туристическом райончике. Хотя не знаю. Если честно, я покупаю просто... Один раз покупала нарезанную папайю за 40 бат, по-моему, и на этом всё. Коротко о моей ютуб-карьере. Я всё время забываю всё снимать горизонтально, потому что ещё снимаю для инсты. И поэтому завтрак был здесь, стоил 200 рублей на ваши деньги, но вы его не увидите. Сегодня приехала на пляж Найянг. Это место для кайтсёрфинга в это время года. В другое время года в нашей части острова, противоположные нараваи, тоже занимаются кайтом. Но сейчас здесь очень много людей, которые занимаются кайтом, но при этом больше людей нет вообще. Очень красиво, на самом деле. Такая красивая вода. Окупающихся обычных людей нет, потому что вокруг нет никакой инфраструктуры. Несколько отелей, и всё. И вот там, вот видите, даже недостроенные отели, к сожалению, пока ещё совсем не развиты здесь. Поэтому жить здесь не очень прикольно. Всегда удивляла, как люди выходят с этими кайтами. Вот он, оп, и второй чувак помогает его ловить. Мне кажется, вот меня могло бы вообще с этим парашютом унести на раз-два в изумрудный город. Потому что ветер сильный, реально. А парашют огромный. И такая длинная у него верёвка. Сейчас посмотрим, как это происходит. Мне не очень понятно, как такую махину можно аккуратно поднять. На ней ещё и в воду зайти. Мне кажется, это очень проблематично, но... Сейчас понаблюдаем. Давайте вот так вот... Ой, ничего себе там вытворяет на заднем плане. Я думаю, от ребёнка это таяц. Малюсенький таяц. О, поднялся. Он так высоко поднимается, что даже не получается в кадр поместить. Но вот на этом моменте меня бы унесло сто процентов. У кого Таиланд ассоциируется только с 7-Eleven, посмотрите, какие здесь на самом деле есть магазины. Это просто целый Ашан. Здесь есть всё, что нужно. Правда, мне нужна губка. Я почему-то не могу её найти. Но сам факт, я даже не знаю, отмечу на карте вам, потому что это очень прикольно. О, мне, кстати, нужна зубная щётка. Как Ашан, а как наш метр, потому что в основном всё подаётся большими упаковками. Ну, и цена, конечно, тоже очень выгодная. Майонные рыбы выглядят супер колоритно, как маленькое гетто. Но это, кстати, для местных, так что я подозреваю, что цены тут тоже соответствующие. И на очень забавный вид. Три вот таких манго получаются на пищу. 50 бат. Сейчас сезон, кстати. Это самая вкусная часть. Мушки, мушки. Почему они красят яйца в розовый цвет? Ты знаешь, я это видела уже миллиард раз. А, чтобы они внутри... А, они чёрные, чтобы были внутри. Если вы не расслышали, на этом моменте Тайц говорит, что яйца покрашены снаружи в розовый цвет, потому что внутри они чёрные. Я сначала подумала, что тут у нас какое-то недопонимание на английском произошло, но я погуглила, и реально это называется. Стодневные яйца, они в каком-то растворе вымачиваются суперсолёные, и они внутри реально чёрные, а скорлупа становится от этой химической реакции розовой. И это считается деликатесом, между прочим. Очень интересные овощи. Большие, кстати. Цены на креветочки. Они просто огромные. Скортики. Они нужны. Это очень странно, если рассматривать. Кребочки. Кто бы мог подумать. Да, такая стрёмная. На контрасте супермаркет, который называется Lotus. Очень приятная цветовая гамма. В цветах Тиффани. Всё красиво, модно, молодёжно. Всё. В общем, сегодня большие волны, и это значит, что спасатели такие просто, а мы не будем работать. Мы везде воткнём красные флажки, и люди пусть вообще не купаются, и всё. Не, хотя вон сидят спасатели, ладно. Зря я их так сидят. Окупаться типа нельзя, когда сильные волны. Правда, следят, молодцы за безопасностью. Хочу съездить на байке. Хочу съездить на байке, просто припарковалась. Я, ну, неважно, в общем, всё равно никого нет. Вот, и ехали мимо смотровой, решила сюда подняться. Я помню, что раньше, когда-то много лет назад, здесь всё было забито автобусами с китайцами. А теперь тут просто пусто, тихо, мирно. Никого нет. Сейчас посмотрим, я уже не помню, какой это садовит. Красивая такая, вода какая. В моих очках, конечно, она красивейшая. Доброе утро, друзья. Вот вы часто спрашиваете про дожди, но вот бывает всё вот так вот. Не знаю, насколько это. Надеюсь, что не на целый день. Там где-то на самом деле море. Вот там вот где-то, там где-то на самом деле море, но его не видно из-за такой плотной пелены дождя. Я пришла на завтрак в ближайшую кафешку. Тем временем дождь уже почти прекратился. Может быть, даже удастся погулять. Сегодня тут хотя бы есть еда. Уже раздербаненная. Это прогресс. Обычно я вспоминаю про ютубчик с пустой тарелкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok